Мы выходим к представлениям, которые не имеют такого прямого, конкретно чувственного, наглядного, зримого, удобно понятного выражения. Это философоноксагор, который примыкает к милецам, который утверждает, что субстанция является так называемой гомеомерией. Гомеомерия. Это первый элемент. Понятие первоэлемент остаётся. Это первостихия. Понятие про стихи остаётся. Это субстанция. Понятие субстанции остаётся. Но вот что такое гоммерия? Понятие крайне сложное, и вот я обращу ваше внимание на то, что это понятие парадоксальное. Вот впервые мы сталкиваемся с парадоксом. Гоммерия – это семена вещей, буквально так можно перевести, семена вещей. Очень малые частицы, ибо не элементы, поэтому они исчезающие малы. Вот каждая гоммерия содержит в себе потенциал всего мирового разнообразия. Каждая гоммерия содержит в себе, скажем, проще – все. Гоммерия способна развернуться, раскрыться, проявиться. Сколь угодно разнообразно. Это может быть организм, это может быть кристалл, это может быть звезда, это может быть космос как целое. Обратите внимание. Нечто очень малое содержит в себе нечто очень большое. Парадокс, парадокс. Какова же емкость гоммерии? Пускай гоммерия содержит в себе все потенциально, пускай она содержит в себе это как бы в скрытом виде, но тем не менее, тем не менее, какова емкость у гоммерии? Вот здесь впервые, впервые, гениально ставится великая проблема науки – диалектика части и целого. Диалектика части и целого. Гоммерия – это частица. Частица, слово «часть». Гоммерия – это очень малая часть материи. Но часть равна целому. Часть равна целому. Вот парадоксальный вывод, который делает Аноксогор. Парадоксальный вывод. И вы сами понимаете, что здесь наглядность никак не сможет себя проявить. Перед нами абстрактное построение, но я хочу сказать, что здесь еще нет проблемы понимания. Мы это понимаем. Мы это понимаем. Наука выходит иногда на такие идеи, которые вообще находятся на пороге разумения. А мы это можем понять. Часть равняется целому, а целый равняется части. Я сказал, что древнегреческие идеи – это идеи евристики. Вот принцип Аноксогора. Я дам сейчас его краткое режиме, задвижащий самому Аноксогору. Все во всем. Все пишем с большой буквы. Все во всем. Вот формула Аноксогора. Смотрите с формулой Фалеса. Все из воды. А здесь все во всем. Каждый элемент бытия несет информацию об универсах. Изучая малое, ты изучаешь великое. Вот эта диалектика части целого. Это диалектика малого и великого. Запишите у себя. Диалектика малого и великого. Диалектика, которая очень и очень волновала и беспокоила человеческую мысль. У Тючева, у Федора Ивановича, есть строчка такая. Восходящая к Аноксогору, конечно. Все во мне, все во мне и я во всем. Гениальный парафраз Аноксогоровской философии. Наш русский поэт Федор Иванович Тючев. Все во мне и я во всем. Так вот, эта евристичность, она как себя проявляет конкретно в науке? Я сейчас вам назову три современных концепции. И вы в них будете узнавать, будете узнавать в них аноксогоровский принцип. Но возьмем голографию. Голография, это оптика, новейшая оптика. Ну вот вы знаете, что если вот взять фотографию и ее разорвать на части, то, ну что части есть части. Фрагменты, из которых порой очень трудно излечь какую-то информацию о целом. Перед нами голограмма. Разбиваем голограмму на осколки. Каждый осколок дает целостный образ. Каждый осколок, каждый фрагмент несет полную информацию. Вот мы говорим голографизм. Мы говорим, что Вселенная устроена голографично. Что во Вселенной этот принцип проявлен. Ну это аноксогор. Это аноксогор, да? Но это уже наука конкретная. Наука экспериментальная. Аноксогор это сформулировал как нотрофилософ. Ведь аноксогор не имел лаборатории. Нотрофилософ – это та ситуация, когда ученый еще не может работать лабораторно. Получать информацию опытным путем. Отсутствие этой информации, дефицит, он компенсирует работой своего воображения, своей фантазии. Этот дефицит восполняется чем? Восполняется он, продуцирующий силы воображения. Конечно, здесь тоже работают архетипы. Конечно, существует архетип. Архетип гомеомерии, архетип матрешки, если хотите. Он изначален, он советен человеку. Хорошо. Голография. Вы должны знать, что одним из важнейших прорывов науки 20 века была теория фракталий. Фракталь. Фрактальность. Это важнейшая категория науки. Мы, конечно, еще не раз будем обращаться к этой категории. Но сейчас я скажу вам, что такое фрактальность. Кратко, дам на примере. Вот берете дерево, ива. Веточка ивы. Садите ее в песок, и вырастает такая же ива. Знаете, та же самая схема. Часть несет в себе информацию о ценах. Часть способна перерасти в целое. Можно сказать, что ветка это фракталь. Но и дерево фракталь. Если я говорю, что мир устроен фрактально, то я хочу сказать, что из любого элемента мира можно получить мир как целое. Фрактальность – это удивительное свойство, прежде всего, живых систем. Но та же самая проблема клонирования. Вполне нормальная проблема, нечего тут ее как-то чураться. Клетка несет в себе программу организма как целого. Не обязательно половая клетка, а соматическая клетка тоже. И она может развиться, эта клетка, в системе целостного организма. Так что фрактальность – это свойство бытия. Фундаментальное свойство. А Наксагор его предвидел. Ну а что такое теория фракталь? Это математика. Это математика, это формула, это доказательство. Это непреложная истина. То, что было натуролословской догадкой, прибрало статус обоснованной теории. И, наконец, третий случай, третий случай, да? Вот это концепция так называемых фридмонов. Фридмоны – элементарные частицы. Элементарные частицы. Название так в честь нашего русского астрофизика Фридмана Александра Александровича. Ну что такое фридмон? Вот представьте себе такую ситуацию, которая очень и очень вероятна. Мы ищем элементарную частицу. Вот мы хотим дойти до предела, до предела, так? Но у нас в нашем распоряжении уже имеются сильнейшие ускорители, сентрозатроны, сентрозатроны, что угодно. И вот мы открываем частицу и обнаруживаем, да? Что-то частица содержит в себе выход в другую Вселенную. И не просто выход, а содержит в себе и, кроме выхода, и саму эту Вселенную. Фридмоны – это частицы. Несущие в себе другой мир. Вот что выявляет теория Фридмонов? Зависим она так. Симметрия. Симметрия ультрамалого и ультрабольшого. Симметрия. Симметрия подобия, сходство. Симметрия ультрамалого и ультрабольшого. Хорошая здесь приставка. Ультра, да. Вот, опять парадокс. Опять парадокс. Ищем малое, находим великое. Такими парадоксами забилует новейшая наука. И нужно адаптироваться к парадоксам как к форме истины. Вот истина себя выражает через парадоксы. Итак, голографизм, фрактальность, теория Фридмонов. Совершенно разные области естествознания, но одна и та же философская подкладка. Диалектика части целого, потенциальная заполненность части целым, потенциальная способность части превращаться в целое. Изоморфизм части целого, их эквивалентность. Вот вам, пожалуйста. И, конечно же, ученые, работающие в этих конкретных областях, с удовольствием апеллируют как к Анаксагору, как к своему предшественнику. Хорошо. Это Анаксагор. Теперь еще одно имя. Вот книжка Оперон вами привлечена. Оперон. Так, философ Анаксимандр. Анаксимандр. Говорит, что субстанцией является Аперон. Еще одна категория. Аперон. Как это слово перевести? Вот тут, возможно, две кальки. Две кальки. Аперон, А частица отрицания. Аперон – это то, что в русском можно перевести как предел. Аперон можно перевести как беспредельность. Раз. Аперон можно перевести как неопределенность. Но вы понимаете, что корень здесь один и тот же. Беспредельность, неопределенность. Корень и тот же. Лучше эти два периода совместить, потому что семантика слова «эперон» несет в себе оба смысла. Но что здесь самое главное? Вот сейчас я выхожу на проблему фундаментальную, мы, конечно, будем ее еще касаться. Айперон — это беспредельное и неопределенное начало. И вот тут у нас начинаются трудности с пониманием. Ну, вы знаете, кто купил книжку у меня априори, вот это у меня 15 сонетов на тему гомеомерии. Я нашел 15 аналогий, аналогий для того, чтобы раскрыть сущность гомеомерии. И все это в стихах выразил. А вот аперон, вот я здесь чувствую, что я подошел к некоторому порогу. Аперон, вот он не подается каким-либо наглядным представлением. Не подается, не дается нам в руки. Я скажу вам так, вот, чтобы не расплываться. Пожалуй, что именно аноксимандр первым в европейской науке, в европейской философии выходит на проблему единого. Пишем «единое» с большой буквы. «Единое» с большой буквы. Мы же с вами искали единство в разнообразии, правильно, да? И вот мы сейчас дошли до такого уровня, где перестают работать всякие, не только чувственные образы, но и логические модели, которые еще пока нас выручали в случае гомеомерии. Если хотите, вот, в качестве аналогии используйте понятие «вакуума». Вакуума. Но ведь вакуум – понятие парадоксальное. Вакуум – это ничто. Ничто, но оно заряжено всем. Мы еще будем много говорить про вакуум. Но это аналогия, аналогия. Хорошая, точная аналогия. Аберон – подобен вакууму. Вакуум, вот, он ничтоен. Но вот вакуум способен поляризоваться. Запишем, да? Вакуум способен поляризоваться. Мы знаем, что это имело место. Вакуум поляризуется, выделяя из себя вещество и антивеществу. Мы еще не раз будем этот алгоритм разбирать. Но у аноксимандра мы видим примерно такую же схему. Да, вот. Аберон – это есть те, что единое. Как вакуум, не дающийся нечувственному восприятию, не логическому моделированию. Но вот Аберон может расщепиться, проявиться. И тогда мы видим, скажем, что – теплое и холодное. Пожалуйста, да? Или светлое и темное. Обратите внимание, какой здесь работает алгоритм. Единое раздваивается. Единое раздваивается. Вот, когда оно раздвоилось, все хорошо. Все понятно. Когда оно раздвоилось. Вот теплое, вот холодное. Вот сухое, вот влажное. Вот светлое, вот темное. Вот мы вышли сейчас, после этого раздвоения единого, вышли в понятную нам область. Где работают все наши дихотомии, где работают все наши бинарные схемы. Пожалуйста. Но само-то единое. Вот запишем о себе, что как раз на этом уровне наука впервые сталкивается с проблемой невыразимости. Невыразимость. Единое не может быть никак выражено. Почему? А первое, это и есть единое. Ну, Сыгер, я сейчас вам это объясню. И к вам будем возвращаться. Но вы должны это сейчас прочувствовать. Опять порог. Опять экстремум. Философия науки, она только тогда, настоящая философия науки, если она все время задерживается на экстремумах. Это вот я буду постоянно вас к этим точкам выводить. Что мы можем почувствовать и что мы можем осмыслить? Условия нашего чувственного познания. Ну, так. Популярно, да? Вот для того, чтобы что-то почувствовать на сенсорном канале, необходимо различие. Необходимо различие, да? Ну, скажем так, контраст. Вот есть контраст. Все прекрасно. Нет контраста, нет различия. Я не могу вас принять. Вот древние это поняли в мистике, да? Представьте себе, что вы живете в абсолютном свете. Да? И представьте себе, что вы живете в абсолютной тьме. Вы будете их отличать друг от друга? Не будете, понимаете, да? Потому что нет предмета сравнения. Почувствуйте это хорошо, да? Почему и мистики говорили, что тьма бывает ослепительной, а свет бывает темным. Они поняли, что вот на уровне единого нет этих различий, да? То есть для того, чтобы чувствовать, нам нужны различия. Раз. Для того, чтобы мыслить, мыслить, это же в другой уровень, логически. Нам пишем то, что нужно различия. То, что нужно различия. Мышление строится на различиях. Как и чувственное познание. Да, и логическое познание предполагает различия. Если есть различия, есть информация. Если есть информация, то есть повод что-то сказать. И возможность что-то сказать. Возможность есть, да? Пишем у себя. В едином нет никаких различий. На то оно единое. Нет никаких различий. В едином нет никакой структуры. Оно беструктурно. Нет частей. И поэтому перед едином посовет и наше чувство, и наш рассудок. Вот он порог, вот он предел. Дальше ни шагу. Надо замереть, надо застыть. Надо смириться. Да, это то, что сегодня называется, знаете как? Это называется апофатика. Апофатика, апофатическое мышление, это тот предел, когда мы понимаем, что проблема невербализуется. Проблема невербализуется. Без словесного эквивалента. Только интуитивность и переживание здесь как-то может помочь, но оно ведь, знаете, сами понимаете, тоже невербализуется. Короче говоря, аннексимандр вышел на проблему единого как субстанцию. Сегодня мы можем сказать так вот, возвращаясь к аннексимандру. Сегодня мы можем сказать так, что вот субстанцией мира является ничто. С большой буквы пишем ничто. С большой буквы, да. Но это ничто фундаментальное, понимаете, да. Я вот всегда поражаюсь христианству. С чего начинается христианская вера? Вот с догмата. Бог сотворил мир из ничего. Гениальное положение. И это очень правильно, очень точно. Ну, пускай Бога нет, он не важно, есть или нет. Но то, что вот ничто существует и было, да, и из него все возникло, это сегодня доказано научно. Это поразительно. То есть вы видите, как наука углубляется. Еще раз повторяю, горизонты, горизонты, да. Вот горизонт чувствных стихий. Фалес, аннексимен. Ниже горизонт уже абстрактных конструкций, но логически моделируемых, логически схватываемых. Это гомиомерия, гомиомерия аноксогора. И еще более глубокий, фундаментальный горизонт, это аноксимандровский оперон. Это единое, которое несказуемо, неверболизуемо, неизъяснимо, невыразимо, которое фундаментально, которое субстанциально. Видите, какая эволюция проделана чайческой мыслью за очень короткий период времени. Это вообще где-то так одно-полтора столетия. Вот идет эта накачка. Идет эта, если хотите, экспансия мысли с ее постоянным прогрессирующим углублением в суть предмета. Но что надо сказать? Вот все эти философы, которые такие разные, я обожаю разнообразие греческой философской мысли, поразительное разнообразие. Все эти философы, они все-таки, все-таки находятся где? В границах материального мира. Вакуум он тоже, как сказать, материальный, понимаете? Это все-таки материя, это не дух, так? Это материя, нет никаких сомнений. И оперон, аноксимандры не обнаруживают признаков чего-то такого сверхъестественного. Он таинственен, но все-таки материальный. Теперь мы должны сделать еще один шаг и в глубину, и, если хотите, в сторону. Вот сейчас мы с вами должны покинуть традицию материалистическую. Перед нами все эти философы, эти философы, понимаете, эти понятия очень условные, материализм и идеализм, но без них нельзя. От них отказываться не следует, хотя некоторые считают, что они устарели. Вот все-таки перед нами пока была материалистическая линия развития науки. Сейчас мы должны перейти в другой, как говорили марксисты, в другой лагерь. В другой лагерь. Перейдем. И вот сейчас я уже обозначу тему. Собственно, это даже будет отдельный билет, отдельный вопрос, да? Но в рамках вот как бы вот такого... Это потом рубрикацию, почувствуйте по билетам. Вот я выделяю сейчас это как отдельный вопрос в рамках темы, обозначенной в самом начале. Философия Пифагора. Философия Пифагора. Вот это мы сегодня закончим. Так, философия Пифагора. Точка. Традиции Пифагоризма. Традиции Пифагоризма в современной науке. Традиции Пифагоризма в современной науке. Но я вот эту вторую часть буду раскрывать в течение всего курса. Я только сегодня ее обозначу, а мы будем ее и наращивать, и наращивать. Просто вместо составлять надо? Не надо никого вместо составлять. Это потом почувствуйте по... Что вы, зачем вместо составлять? Это почувствуйте по контексту курса. Я скрою сегодня только самое главное. Потому что мы будем изучать теорию относительности, теорию элементарных частиц. Везде Пифагоризма присутствует. Везде будет от нас звучать. Это все. Я буду вам об этом напоминать. А когда вы будете готовиться к ГСП, это все обобщите. Мы на консультации это все свяжем. И так эти связи будут просматриваться. Очень четко. Итак, смотрите. Я с вами сегодня рассмотрел, если хотите, один из сценариев зарождения науке. Я, давайте, ввожу слово сценарий. Вот. Полез. Наивный грек. Стал искать субстанцию. Его озарил, и он ее нашел. Зарождение науки через поиск единства в разнообразии. Это один из сценариев. Есть и другой сценарий. Другой сценарий, развивающийся параллельно, как бы почти синхронно по времени. Это Пифагор. Философ Пифагор. Давайте сейчас с вами примерно вот так, то же самое время, что и Фалес. Где-то так варьируется немножко, но с датами жизни Пифагора сложнее, чем с датами жизни Фалеса. Хорошо. Как начинается наука через Пифагора? Вот тоже начало науки. Ну, науки может быть не одно начало. А все это, вообще-то, все это где-то происходит синхронно. Греки любили красоту. Вы это прекрасно понимаете. У греков был хуль красоты. Причем красота понималась очень разнопланово. Красота стиха, красота быта, красота архитектурных форм. И а вот так. Грекам был свойственен так называемый паноэстетизм. Паноэстетизм. Астетизация всего бытия. Астетизация всех форм деятельности. Греки дали нам канон прекрасного. И мы этим каноном до сих пор пользуемся. Мы вырастаем внутри этого канона. Кстати говоря, канон очень математический по своей сущности. Потому что в его основу положены меры, пропорции, числа. Это пифагорейская линия. Сейчас вы почувствуете. Так вот, Пифагора очень оболновал вопрос. Что такое красота? Что такое красота? Вот наука начинается в этом сценарии. С вопроса, что такое красота. Конкретно. Что такое красота музыки? Музыка. Хорошо, вопрос поставлен. Пифагора прекрасно понимает, что лира, любимый инструмент древних греков, лира или кефара, может звучать очень красиво, гармонично, благозвучно. И может звучать ужасно. Диссонирующие, режущие слух звуки. Две ситуации, две возможности. Почему в одном случае лера звучит красиво, а в другом случае безобразно? Конечно, музыканты давным-давно это понимали и знали, что такая ситуация возможна. И они устраняли дисгармонию, как пишем у себя, опытным путем. Вот они леру настраивали, да? Лера начинала звучать, как ей положено звучать. Но они не могли объяснить, почему вот они добиваются такого результата. Это, пишем у себя, это был эмпирический метод. Опытным путем они достигали благозвучия. Опытным путем. Не было теории. Это была наработка индивидуального опыта. Не больше того. А вот Пифагор захотел понять сущность. Вот сущность. Почему в одном случае гармония, а в другом дисгармония. И он стал экспериментировать. Внимание, у нас еще не было задействовано слово эксперимент. Он стал экспериментировать. Сделав лиру прибором. Лира уже не просто инструмент, это уже физический прибор. И мы сейчас с вами занимаемся физической акустикой. Можно сказать, что Пифагор это основоположник физики. Конкретно физической акустики. Область очень локальная, очень узкая, но это уже наука. Итак, Пифагор ставит опыты с лирой. Как эти опыты выглядят? Лира это, как правило, 6-7 струн. И струны разной длины. Когда струны настраиваются, как раз там очень тонкие нюансы, связанные именно с их, так сказать, в частности, и длиной. При настройке струны это имеет место. Колки, вы знаете, что такое на современных струнных инструментах. Хорошо. Читопифагор варьирует длины струн. Длины струн. Так, вот у него рабочая лира. Он варьирует длины струн. Точно их замеряет. Внимание! Идет замер. Используется математика. Математика используется. Впервые эксперимент. Раз. Второе. Впервые математическая обработка эксперимента. Экспериментом математическое. Именно обработка. Обработка. Так. Числа. Числа. Задействованы. Набирается статистика. Набирается статистика. Все записывается. Записывается. Эта статистика изучается. И делается вывод. Делается вывод. И скажу так. Совершается открытие. Совершается открытие. Какое открытие? Вот это первый научный закон. Первый научный закон. Мы можем сказать, когда был впервые выведен точный закон. Именно закон науки. Это так называемый закон, запишем у себя, закон целочисленных отношений. Закон целочисленных отношений. Запишем его формулировку. Гармонический звук возникает тогда и только тогда. Тогда и только тогда. Когда длинный струн, длинный струн. Соотносится как целые числа. Соотносится как целые числа. Именно целые числа. Отсюда и формула. Закон целочисленных отношений. Пивогор был поражен собственным открытием. Поражен, нашеломлен, потрясен. Он исследовал красоту. И исследовав красоту, он открыл очень красивую закономерность. Наука и эстетика. Красота закона. Вот она здесь проявляется очень и очень ярко. Именно целые числа. Именно целые числа. Красивые числа. Появляется дробное отношение. Нет красоты. Да какие целочисленные отношения? Скажем, 3 и 5. 1 и 3. 1 и 2. Но кто изучал музыку, то здесь узнает музыкальные пропорции. Да, музыкальные пропорции. И кварты, и квинты, и терцы. Собственно говоря, впервые эти понятия начинают угромляться после Пифагора. Музыкальные пропорции. И вот там действительно нужны целые числа. Целые числа. А почему целые числа? Вот стоит проблема числа. Только целые числа. И что я повторяю? Появляется дробность. Появляется рациональное отношение. И красота идет на смарт. Пифагорейцы создали культ целых чисел. Они считали, что целые числа лежат в основе космоса. Пифагорейский космос, он строится на целых числах. На целых числах. Есть такая легенда, что когда пифагорейцы открыли несоизмеримость длины квадрата и его диагонали, вот восьмом квадрате, да? Длина и диагональ. Делим диагональ на сторону квадрата, не получаем целого числа. Не получаем. Получаем очень сложное число. Вот религия – это была трагедия. Религия – это была трагедия. И легенда говорит, что философ, это открытие сделавший, покончил самоубийство. Не выдержал этого потрясения. Так или иначе, это перед нами, что наличествует. Перед нами закон, выраженный в точной математической форме. Форма ясная, четкая, однозначная. Язык математики. Чем велик Пифагор? Почему мы его имя приносим с пиететом? Пифагор понял первым, что язык математики – это язык природы. Природа с нами говорит на языке чисел, на математическом языке. Это, конечно, величайшее озарение, которое предопределило развитие всей европейской науки. Историйный компьютер – это триумф пифагорейских идей. Это триумф пифагореизма. Хорошо. Сделано открытие. Открытие по мерке сегодняшней довольно-таки частное, локальное открытие. Ну, а физическая акустика – хорошо. Пифагор это понимал. У него были большие амбиции. Он хотел обобщение. Вот опять этот философский максимализм. Не хочу ограничиться за конкретным, локальным частом. Хочу объять мыслью «все». «Все». И Пифагор принимает решение. Это, наверное, благодаря озарению какому-то, какой-то интуитивной вспышке. Перенести открытые закономерности на космос. Перенести открытые на Лире. На Лире, да. Куда? На Вселенную. На Вселенную. Вот такой перенос называется как? Экстраполяция. Экстраполяция. Мы знаем, что такое Лира, но мы не знаем, что такое космос. Экстраполяция – это перенос известного на неизвестное. Экстраполяция – это перенос известного на неизвестного с внутренним убеждением, что вот неизвестное подобно известному. Убеждение интуитивное. Наверное, тоже подпитывается это убеждение архетипами. Наверняка. Смелая акция. Вот, используя знания, полученные при изучении Лиры, построить космологическую модель. Певогор это делает. Певогор утверждает, что космос – это система сфер. Таких сфер 10. Они прозрачные, или хрустальные, или алмазные. Есть разные варианты. Есть сферы. Это сферы неподвижных звезд, сферы Сатурна, Юпитера, Марса, Земли и так далее. Там есть тела очень необычные для нас. Опустим эти детали. Расстояние между сферами. Те же самые музыкальные интервалы. Вот. Аналогия, где работает. Те же самые интервалы. Терцы, квинты, кварты. Сферы вращаются, и в процессе вращения издают звуки. Отсюда великое выражение. Как бы визитная карточка Певогора. Музыка сфер. Или гармония сфер. Музыка сфер. Гармония сфер. Бесконечно красивая модель мира. Но опять можно сказать, что наивная модель, что она устарела. Вот такие вещи не устаревают. Это их эстетическая ценность неприходящая. Что здесь замечательно? Здесь замечательно то, что впервые космос описывается опять-таки на языке математики. Лира выступает еще и в качестве модели космоса. Лира — это модель космоса. Изучая Лиру, мы изучаем космос. Единство бытия. Единство бытия. Опять-таки, часть и целая. Опять-таки, малая и великая. Мы говорили, что Лира — прибор. Да, прибор для экспериментов. Но Лира — это еще и модель. Модель космоса. Замечательнейший вывод. Потрясающий результат. Но, знаете, вот Певогор говорит, что человек, который чуток в красоте, выходя ночью под звезды, он слышит эту музыку. Слышит пение сфер. Не знаю, как вы, а я считаю, что я слышу. Вот. Вселенная описана на языке математики. Прекрасный результат. Но вот что интересно, когда американцы зажили в компьютер пифагоровые числа, и поддерживали их с анализацией, то есть озвучили их, да, то, в общем-то, знаете, вот расстояния между планетами, ведь они не были известны по Пифагору. Когда эти расстояния мы стали вычислять? Ну, после открытия скорости света, 17 век, начались замеры космических расстояния. В общем-то, Пифагор правильно, правильно прочувствовал пропорции Солнечной системы. Правильно, да? Его модель, ну, там нету километров, там нету световых минут и лет, там отсутствует метраж. Но пропорции угаданы верно, точно угаданы. Это результат совершенно поразительный, совершенно поразительный, да? Хорошо. Итак, перед нами дерестнейшая космологическая модель, где задействовано число. Естественно, что Пифагор выходит на великую проблему. На проблему, что такое число. Вот, пишем, философия числа. Пифагор в попытках своих понять число проходит через два этапа, через которые проходим и мы с вами, опять вспоминая биогенетический закон. Опять вспоминаю параллелизм между индивидуальным развитием человека и развитием человечества как целого. Как этот параллелизм себя здесь проявляет? Пишем. Для первого этапа взглядных поговорок характерно, если хотите, понимание числа как чего-то натурального, материального. Число следует освещать. Число следует освещать. Число пять. Что такое число пять? Вот пять пальцев я показываю. Число пять, оно вот в этих пяти пальцах. Или беру цветок лютика, пять лепестков, пять отгибов. Так, лютик. Так. Беру морскую звезду, всегда пять лучей. Это такая себе три жизни. Ну, дорогие друзья, как мы начинаем учиться считать? У нас есть счетные палочки, правильно? Да. Мы отрожисляем числа с предметами. Отрожисляем. Это закономерный этап в развитии нашего сознания. У первого города мы видим в чистом виде. И вот наступает момент. Момент принципиальный. Момент, который мы уже сегодня как-то чуть-чуть промельк задели. Момент, когда пишем у себя. Число деляется от вещей. Число деляется от вещей. Число понимается как некая самостоятельная сущность. И нам уже не нужны счетные палочки. Не нужно там два огуречка, три огуречка и пять огуречков. Два домика, три домика и пять домиков. Не нужно. Мы эти все костыли, все эти ходули отбрасываем. Нам не нужны вспомогательные инструменты. Это скачок куда? Скачок в сторону абстракции. В область абстракции. Число это абстрактные идеи. И вот Пифагор такой скачок совершил. Ну я думаю, что и до него люди, это, конечно, такие переходы осуществляли. Но он впервые это отрефлексировал. Число самостоятельно. И вот настолько их резко отделил от вещей. Просто оторвал от вещей числа. Что и приписал ему абсолютно самостоятельное существование. Абсолютное самостоятельное бытие. Пифагор сказал. «Существует мир чисел». Мир чисел. Мир чисел. Так. Этот мир предшествует миру вещей. Мир вещей. Число и есть субстанция. Но какая субстанция? Внимание. Забежим мы себя сейчас. Что число это что такое число? Число это мысли. Число это идеи. Вот слово идея для нас сейчас самое главное. Это идеи. Платон вышел из Пифагора. Платон сам пифагореец. Платон который ввел понятие идеи, философию. Но вот Пифагор раньше Платона работал. Пифагор не оперировал понятием идеи. Но число это и есть идеи. Пифагор завершает свою философскую эволюцию как пифагореец. И для него лучшим примером идеи является число. Так вот число идеальны. Идеальны они в смысле совершенны. А идеальны в смысле ментальны. Число есть нечто неведическое. Невещественное. Нематериальное. Число есть, если хотите, есть дух. Субтитры создавал DimaTorzok